Старые окна, мебель, макулатура. О пластике и говорить не приходится. Все это копилось здесь в километре от Кутулика, годов с 60-х. Плотность такая, что даже тяжелая техника справляется не сразу. Мусорка неофициальная, народная, так сказать. Он же и пожаловался на нее Игорю Кобзеву. После этого завертелось. Первый этап – вывозка к 16 тысяч кубов. А всего их здесь почти в 4 раза больше. Остатки мусора будут вывозиться после того, как Минприрода Иркутской области выделит финансирование на ликвидацию данной свалки. После этого будет уже определен либо там единый поставщик услуг будет вывозить, то есть мы либо будет через конкурс отыгран данный контракт. Сейчас в Кутулике, на родине Вампилова, 56 контейнерных площадок. Мусор вывозят каждый день на ближайший официальный полигон в Золарях. Тем временем районные власти планируют, что и как будет на месте пока еще действующей свалки. Одно из актуальных предложений – строительство небольшой мусоросортировочной станции. Стартировка этого мусора на пластик, стекло, макулатуру и так далее, чтобы и последующие остатки на сжигание. Цена вопроса? Цена вопроса пока не определена, но есть заявка на проектирование, в которой оценивается более 22 миллионов рублей денег. Сейчас два этих мусоровоза отправятся на полигон в Тайторку. Для того, чтобы закончить первый этап и вывести 16 тысяч кубов мусора, необходимо как минимум 120 вот таких вот грузовиков. Все работы должны быть закончены к началу августа. Алексей Шабенков, Константин Синицын, АСТВ из Аларского района. Субтитры создавал DimaTorzok